Мы сейчас купили билет на морскую прогулку к скале Парус. Сколько раз я сюда езжу, ни разу там не была. И нас немножко огорчили тем, что сегодня только один рейс этой экскурсии будет. В вечернее время, скорее всего, ничего в море не выйдет, потому что штормовое предупреждение. Вот уже второй день сильный ветер будет, вот, и завтра обещают вообще какой-то апокалипсис. Но, надеюсь, это всего лишь предположение. Сильный ветер, да. Экскурсия в утреннее время на скалу Парус стоит 1100 рублей, а в вечернее 1500 с человека. Экскурсия будет длиться 4 часа, час, сквозь белые скалы в одну сторону, 2 часа тусуетесь там и час обратно. Мы спели, выбрали левую палубу, но там как раз сейчас поедем, и слева от нас будет белая скала. Очень ветрено сверху, и мы решили сидеть снизу. Куда наверху? Где более-менее закрыта. Скалопарус – памятник природы в Краснодарском крае. Находится всего в 17 километров от Геленджика. Добраться сюда можно как по суше, так и по воде. Мы выбрали второй вариант и не пожалели. Вы только посмотрите на эти виды. Мы приехали, вышли. Очень интересно, мы выходили через дно. И сейчас идем к скале Парус. Решили там покупаться, рядом с ней. Вообще тут есть полноценный пляжик со всеми удобствами, с катаниями на бананы и так далее. Вот, а мы идем к скале Парус. Хочется отметить, что пока мы сюда ехали на теплоходе, перед нами открывались очень красивые виды. Я готова целый день нам просто кататься и смотреть на эту природу. К скале Парус просто так не подойдешь. Кто-то ползет сверху по камням, кто-то идет по воде. Я снова выбрала водный путь. Очень сложный путь на скалы Парус. Можно здесь сплазить, можно на катамаране. Здесь далека скала Парус кажется такой маленькой, а вблизи уже видно, что она огромная. Толщина скалы Парус где-то метр, длина 20-25 метров, а высота 35 метров. По форме скала напоминает четырехугольный Парус, за что и получила свое название. На высоте примерно 2,5 метра в скале есть отверстие, происхождение которого до сих пор не ясно. Некоторые предполагают, что отверстие пробито снарядом во время Кавказской войны. Исследователи до сих пор ведут дискуссии касательно происхождения скалы Парус. Геологи возбегают предположение, что ранее скала была в общем массиве с другими породами и находилась на дне моря. В результате многолетнего вымывания более слабых минералов и понижения уровня воды скала вышла из моря. Мы полюбовались, идем в сторону пляжа, сейчас покупаемся и поедем уже обратно. Очень классно, выглядит очень велико, величественно, огромная такая скала. Ну, конечно, минусы в людях, их здесь очень много. Теперь я понимаю тех, кто приезжает сюда отдыхать, по-моему, это поселок Просковьевка. Тут вообще так-то ничего нет, кроме такого маленького выступа к воде, где люди купаются, отдыхают. Зато, если ты здесь отдыхаешь, у тебя есть возможность в 5 или в 4 утра прийти к скале, и здесь не будет абсолютно никого. Вот в эту дырочку можно с той стороны залезть, там из деревьев такой подъемчик организован, и сфоткаться. Спасибо.